Ну что ж, продолжим. Пик уже прошёл, но, тем не менее, мы врываемся на последнюю на сегодня карту. Играет у нас по Project 5 против Room Factory. Посмотрим, что тут получится у кого. Пока что Vipers, Vendor, Raptor... Ух, ну тут набрали, конечно! В этот раз игра должна быть поинтереснее, и я думаю, что экшена нам на этот раз должно хватить. Ну, по крайней мере, всё смотрится очень красиво, и... Ну, и сейчас мы на это всё будем смотреть. Я надеюсь, затая дыхание. Но пока что посмотрим, куда кто пойдёт поставить варды, ну и посмотрим, кто на ком играет, потому что всё это очень быстро произошло. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Такс. Как же долго всё это протекает. Ладненько, поехали! Как бы почаще, так пики быстро проходили. Ну, ладно. По Project Fight играют за Radiant Sand у нас на Кункаревича. На Faceless Vide поиграет Flansmeister. Five на Mirani, на Parisian у нас побегает Dancing Dragon. Ну, и это будет играть у нас на паке. Задая Room Factory. Килик на Earth Shaker на Viper'е поиграет у нас DM Jet на Венике. Интересно. ZA на Svenim. Ну и Villeur будет играться у нас на D-Raptor'е. Каких-то встреч пока не получилось. Тоже по хпшке не разменялись. Ну, ладно. И, кстати, интересно. Попробует ли Шейкер тут с Веником постоять и задоминировать эту линию полностью? Или будут всё-таки пробовать пока как-то цеплять? Хотя, честно говоря, слишком подвижный этот персонаж, чтобы его так вот легко забирать. Ну, всё возможно. По крайней мере в Доте. Такс. Париж. Как же ты, бедолага, будешь страдать по этой игре. Так постоянно, конечно, происходит. Но, тем не менее. Всё-таки персонажу этому обычно достается. Раньше помнится его... Да как раньше, не так давно его пытались использовать на такой условно четвёртой позиции. То есть он покупал быстрый Мидас, потом выходил в Аганим и пытался там посражаться. А сейчас... А сейчас всё гораздо сложнее для него. Ну и что же. Наверное, основное противостояние будет, как обычно, в Миде. То есть это будет... Мирана против Вайпера. Тут, правда, Шейкер периодически будет, видимо, тусоваться. Но, честно говоря, это вряд ли что-то изменит. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Всё-таки... Ну, тяжело тут будет забрать, что Мирану, что Вайпера. Так, Шейкера здесь спалили. Фиссура пошла, отрезали Мирану. Мирану сейчас будет наплёвать Вайпер. Хотя передумал. Нет, пассивки на дополнительную дамышу. Шейкера у закидывает, забирает Крепчика. Ладно, подформила. Хорошо. Идём дальше. Тут, видимо, в Миде действительно будет очень весело. Войд стоит у нас один на один против Финномайсера. Попробует, конечно, это твояло спасаться своим таймволком. Однако получится это или нет. Будем видеть в скором времени. Кунка улетает вниз. Небо, сюда идёт аппарат. Видимо, попробует забрать Торрент. Пошёл и подбрасывает здесь Вайпера. Последними пикселями забедло пошло. Челентач. Ну и Джетту, по-моему, отсюда не уйти. Это должен быть Ферст Блад 66 хп. Так, Фойслос Войт свой удар, по-моему, уже сделал. Нет, Венек, по-моему, здесь реально не выживает. Ещё один удар ему делает. Войт. До свидания в Таверном. Первый фраг есть. И он уже на второй минуте. Это, знаете ли, обнадёживает. Едем дальше. Пак. Уже тут в лесу крипов нашёл. Даже подфармливает. Хочу, тут обходит Шейкер. Передаёт привет. Фессуру выдал. Ой, как же его тут прижало. Да ладно, ещё по удару сбросится. Он не успевает. Да ладно, успел на Урпу идти. Серьёзно? Но всё-таки дотянулся здесь Дезраптор. Чуть-чуть не хватило ему, чтобы выжить. Ну и снизу забрали опять веник. Слишком лёгкий таргет, оказывается. Банально Торрент, Челентач и... Скинуться по нескольку ударов с руки. Ну и вот и весь веник. Что-то идёт не так. Ставком, кстати говоря, пошёл руну зажимать. И, кстати, можно попробовать в мид выйти. Хотя, бить вайпера, это же Mission Impossible. А вот забрать Мирану... Чуть даже можно, если фиссур хорошо положить. Но с другой стороны надо как-то налип её сначала развести. Иначе она уж далеко выпрыгнет. Он нам... 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 Ну и вот они, вторые змейки. Теперь можно как-то хоть удалённо подфармливать. Да и опять же, просто напрягать. Можно Vision себе расставлять. Отличная способность. По крайней мере, для стоящего в харде веника. Фейслесс Войт. Что ж ты будешь сейчас сделать? Тапок есть, турбофеном есть для того, чтобы как-то догонять с этого виномайнсера. Вообще, по-хорошему, когда ты планируешь агрессировать. Турбофеном на милишнике, это мастхевная штука. Даже на Тролль Варлорде. В начале это очень круто смотрится. Казалось бы, ну чуть-чуть замедление, но чуть ДПС. Но на самом деле, этого замедла хватает, чтобы писать фраги Торрент. И попадает, однако, будет далековато. Хотя крест, вот теперь веник не уйдёт отсюда, ты волк. Ну и Джетта просто два саппорта изничтожили. Но это плохие новости. Из хороших, Мирана отправляется в лес, потому что там вайпер слишком агрессирует и не даёт ей вообще продохнуть. Так что плюс-минус идут более-менее ровно. Хотя, если честно... Всё-таки смотрится Фейслесс Войт поинтереснее, нежели вайпер или виномайнсер. Оба они, конечно, противны, но... Они мгновенно урон не вносят, они очень медленно этим занимаются. Так что с ними можно разговаривать. Так, пак, как-то я не вовремя ушёл, у паку проблемы. Глимс бы сейчас использовать. Но нет, рановато его потратил где-то. А, это он ещё не откатился там. Просто жутко долгий, когда я... Хорошо, хорошо. Так, Мирана. Опять может подстрадать здесь Шейкер выходит в спину. Можно же сейчас встретить её здесь. Нет, нет, нет. Отпивается флаской. Хорошо, жить будет. К тому же, маны себе решила на регенинте. Правильно дело это, значит, тут могут быть проблемы. Стреть вас Шейкер, он сбивает икоритосик. Однако... Шейкеру, конечно, тут куда менее приятно. Так, снизу, параллельно. Войт фармит змеек. Отличный план. В дамо джоннике, конечно, очень мало уносят пока. Основной урон идёт с периодического... Ну, с пассивки, в общем. Все-таки маловато, да. Маловато будет. Так, Мирана. Как же тебе тут потерпеть-то, подруга? Маны не напасёшься на то, чтобы просто с полами фармить. Айроу тоже слишком большая кд, и маны требует. Как это соларинг покупать для того, чтобы спамить эти маны. Парал в лесу, и нормально пытаться выформить хоть что-то. Так, снизу. А нет, снизу ничего не происходит. Я уже думал, опять размен. Сведенном мансер пытается с его выформить змееками. Расставляет их повсюду для того, чтобы получать максимальную информацию. Однако сюда бежит кунг, и это может стать опасным. Чуть-чуть. Подцепить его. Эх, Наконка выбрал всё-таки руну. Нежели забор вина мансера. Ну, честно говоря, такое себе. Хотя веник же сейчас просто будет этого аппарата гнобить. Хотя... Войт пытается его как-то пугать. Змейки по-прежнему продолжают его напрягать. Ну... Честно говоря, всё равно приятного в этом. А ещё одна змейка. Ещё разок плюнул в него. Теперь на джетто пошла. Атака башек бы если сработало. Ну, нет, джетто. Хотя всё равно, примерзу джетто же сейчас просто нивелирует. Ещё один ударчик, и всё-таки не доезжает. Как он мудрился, не убежать за рейндж используя мне колд-фит, а? Как так? Да, честно говоря, всё равно спастись, то вряд ли бы получилось. Всё-таки в такое место бежал, что... Попробуй ты, беги куда-то. Вайпер. Стоит теперь один на один против Кунки. Честно говоря, шел на мыло поменяли. Кунка мало того, что милишник, только ещё всего третьего уровня. Да, понятно, что постоять он пришёл сюда, чтобы получить опыт, но всё равно Вайпера пока никто остановить не может. Даже если Кунка с Мираной вместе попробуют его убить, это не получится. С помощью аппарата, ну, шансы побольше, но всё равно далеко не факт, что фраг этот будет написан. Крузов скин третьего левела, магического резиста, просто дофига. И теперь его магия практически не колышет. И выход на топ. Так, байт на пако-пак заведел стана, теперь можно подцепить делу Раптора. Торрент вернули на него. Ну, всё, приехал. Вот отсыгранный отлично, подфидеть пако очень даже нужно. Всё-таки даггер ему необходим, да и по игре, по сути, дискорд будет также очень даже к месту. Поэтому, жёлтое для него должно предоставляться. А пока что продолжаем смотреть, как войд фармят. И он в ВГ, что ли, решил собрать? Не уверен. Может, это будет всё-таки Ленка. Так, на топе аппарата подцепили аппарат. Ещё бы один удар Дизраптору до цепи. Да ладно. Он ушёл просто за счёт замедла. Пак, врывается. Сейчас бульту поставить. И цепляет он двоих. Теперь, правда, продолжить не о чем. Но Челентач, все дела. Ещё бы один ударчик. И спрятался он тут, конечно, в шифт, но получил кастрюру в лицо. Шёл до конца, но подфидел Свена. Хорошо это или плохо, честно, сложно сказать. Золотишко он всё-таки заработал. Чуть прикупится, но... Свен всё-таки слишком суровый. Он может в какой-то момент выйти и поломать всем лица. Так. Унка с ДД. Какие-то у него интересные планы. Но шейкер. Сейчас будет торрент. Отлично на ход. Но мимо. Просто мимо. И теперь драка просто руками. ДД всё-таки помогает. Акфиссуру положил, татэмом подстанело. Теперь шейкер, как бы тебе уйти. Но напугал тут уже, наверное, Дизраптор. И сейчас пойдёт, наверное, Глимс. Хотя даже без него Вайпер пошёл замедлять. И всё. До свидания в таверну. Ещё и фраг достается опять Свену. Да, ПТ-шка не за горами. Тем более, что маму же имеется. Вот сейчас пачку крипов ещё заберёт. Вот сколько ему достанется. Вот 300 золотых у него на руках сейчас. Сколько он может из этого вынести? Раз. Раз. Раз, раз, раз. Ну, 400 золотых. Нормально. Мимо проходил, называется. Чётко. Так, что-то всё равно пассивничает у нас поначалу. Ещё и Вайпер прикупил Миндас. Планирует, видимо, выходить в мидл-лайтгейм. Не хотят сражаться поначалу. Ну, ладно. Они, в принципе, могут это себе позволить. Тем более, что Свен далеко не сразу идёт драться. И Марк, который не дизраптор. Тут, скорее всего, заберут. Есть контакт. И действительно, Сарб избирают. Вайпер прилетает слишком поздно, уже не успевает, чтобы подцепить даже Апаришиным. Ну, и всё на этом. Вайпер, куда же ты теперь двинешься? Обратно в мид? Или всё-таки задумаешься о том, чтобы постоять на топе, возможно, забрать кого-нибудь? А, он роду жнал. Моргумент. Латишка, экспо. И всё на халяву. Так, а тут это парочка куда-то опять пошла. Полторы тысячи золотых у Феста Свойда, что он тут пытается накопить? Серьёзно? Полторы тысячи? Только не говорится, что Миндас. Это, честно говоря, он тут тоже будет уместен. Там, в конце концов, он уже у вайфера. Серьёзно, что он хочет купить? Может, молнию? Яшу? Диффуз? Нет. Видимо, он что-то придумал более коварное. Так, 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 так. Шейкер агитирует к драке. Ну, ещё и Ваняш пошёл. Куда-то тут спрятались, а там подцепили Свена. Там, собственно, и уничтожили его. Всё-таки слишком много народу тут оказалось. Ну, а теперь Шейкер может пострадать. Марк, отлично. Сейчас пойдёт Торрент. Эру. Ну, чёрт. Отличная фиссура, хотя Эру подловил тут Дизраптор. Как-то вот они в одну линию встали. Странно получилось. Но Шейкер в итоге себе жизнь спас. Молодец. Теперь надо придумать, как Дефет Тауэр. Змейки ставятся, однако это не панацея. Всё-таки не такие уж они страшные. И Дизраптор взял заданную Тауэр на Торренте подлетают двое. И Гелем на возле Мирана. Отлично. А теперь продолжение фиссуры. Ой, какая нехорошая фиссура. Глимса вот теперь это смотрится круто, но метко. Отлично сыграна Кунка и по итогу Статик Шторм и Кинетик Филд в никуда. Обидненько. А вроде казался уже лёгким фрагментом. А, Шаду Блэйд? То есть это будет Ниндзя Фейслос Войт. Прикольно. Однако, насколько это правильно? В принципе, эффект неожиданности, атакс пид, урон. Может быть действительно, но того и стоит. Единственная проблема, что разок оно, конечно, прокатит, а потом пойдет в центре ворды. Кстати, в центре ворды-то уже есть. И это-то против Мираны. Надо отговаривать Фейслос Войда срочно покупать этот артефакт. Он в этой игре особо им не принесёт пользы. Баунти. Нет, он всё-таки купил себе Шаду Блэйд и, видимо, не будет особо париться. Тем более, что потом решил купить себе Линкен Сферу. Ну, хорошо, куча штатов. Вроде как даже своего смотрится его билд за счёт того, что он может уходить. И подцепить его будет чуть посложнее. Ну, в общем, в целом, честно говоря, смотрится пока очень сомнительно. Давайте глянем, что ещё по артефактам появилось. Эмм, ПТ-шки, Аркантапки у Шейкера. Тут, честно говоря, всё. Солуринку пока. Солуринку пока. Ладно. Там в виде подцепили у нас веником. Ну, бывает. Хотя далеко он, конечно, зашёл. Видимо, он планирует сейчас поспавить с пламя для того, чтобы нафармить что-то. Ну, этим чем-то будет даггер. Эх, прошли те времена, когда народ закупался кучей сычмасок, а потом делал там юл, делал из него ещё чего-нибудь. Ну, было ж время. Так, дезераптор был сейчас в зоне опасности. Кумка заходит чуть-чуть, и всё, приехал ты. Есть Марка, есть Торрент, Эроу, ну, всё, это приговор. Хотя веник... Вайпер пытается тут как-то задавить своего тиммейта, хотя... Не, Эмиран должна отъезжать, ещё и фиссуры здесь накрывают. Так, на всякий случай, Свен ворвался. Прям в кунку сюда же, пошёл караваль, вернули на... Хорошо, тебя опять кунка спас. Неплохо сыграно, однако... Свен прожжал ГДС, а теперь пойдёт фармить он, что-то... Надо было его как-то остановить. Хотя кем? А, не кем останавливать, он просто будет фармить. А, хотя тут крипы сами останавливают. От этого Свеночни слейма пол-хп. А вот дальше чёртова знает, что с ним делать. Ещё паразочек, так. Ну, реально, вот эти сатиры настолько противные. Их стакать, ну, практически нереально потом убивать. Так, Дэнсин Дрэгон. Как бы то, что ты побежал прятаться. Кого ты тут боишься? Пинганули на... На Дезераптора? Ещё раз пинганули, но Дезераптор уже оттуда ушёл. Эх, по вардам. Прямо по вардам, хоть. Не понял? Ну, как это они тут догадались, что вард стоит? Ну, ладно. Такое тоже иногда случается. Видимо, где-то какой-то ганг был и подпалили. Мордишка. Так, пошли, пошли, пошли. Ниндзя, фиссура static storm не. Пак, так, конечно, умирать будет. Ну, это было всё равно очень красиво. Просто смока фиссурка с огромной дистанцией static storm. И всё, куда же ты денешься? Шейкер. Марку получил. Воид уже здесь готов его уничтожать. Торрент. Отлично. А башка прокнет. Вот он, первый баш. Купол великолепный. Поцепил троих сразу же. Пошёл корабль. И теперь будем накрывать джета. До свидания в таверну. Можно прыгать дальше. Хотя нет. Развернулся с эвицей. Галим с его обратно. ТП сбивает. Сразу же я ру получаю. Этот вайпер. Надо отходить. Надо отходить. Но мана закончилась. И кто ему поможет? Эхо слаймбой за всё-таки добирают. Ну, честно говоря, размен. Это стоп-шейкер. Бэйбэк. Действительно. Но тогда размен великолепный. Так, вайпер. Марка есть. Торрентом. Подбросит эру. Также он здесь получает примерз на кулфит. А что дальше? Так, дизераптор зашёл. Очень нагло. Марка. Торрент. Где торрент? Нет торрента. Но даже без этого должен будет здесь умирать. Очень много дэмэджа. Ну и контроля также хватает кулфит. Устал зарядиться. Так. Спак у нас уже приобретает даггер. И теперь можно будет понаблюдать за ним. Мэксен от него будет, я надеюсь, в огромном количестве. Всё-таки очень агрессивный персонаж. И очень наглый. И очень наглый. Вот. По крайней мере, вот так вот. Просто впрыгнуть перед лицом оппонента до 2... Ой, какой. Закрыли фиссуры. А через 4 секунды будет торпа даггер. И что ты будешь ему делать? Спрятался. Даггер. Ну всё. Бак живой. Так. Мирана. В смоках. С... Кумкаревичем. Ой, как же сейчас дезраптор подстрянет. Очередная марка. Торрент. Эрро. Ну, пиши, пропало. Как же ему больно, а? Идём дальше. Нэншен топоришен бегает с транквилами. Урной. Кстати, урна. Тот артефакт, который почему-то не все коллективы собирают. Хотя дёшево, сердитый и при этом подхиливает очень знатно. И в конце концов, мод реген даёт. Там немножко статов. Серьёзно. Два армора, два ко всем атрибутам, единица, мана регена. Что ещё можно желать для счастья в начале игры на саппорте? Ну, это великолепный слот. Вот когда он был, там, силушка да мана реген, честно говоря, он был очень сомнительный по статам. Его поэтому, наверное, периодически не покупали, а сейчас... Вообще, по-моему, это лучшее просто, что можно придумать. Лучше, наверное, только стики. Ещё дешевле, ещё сердитие. Так, ну тут падает тавр медленно, но верно. В ответ будет что-то пушиться? Да, пушится ниже тавр, через змейка с веном. Надо бы ещё как-то пойти по низу, и может даже Т2 погрызть. Так, ехало, подцепили вайпера, и эру попадает в него, ещё прилетает вот аппарат, так сюда же заряжается корабль. Пак, тратится Dream Coil. Удали три прокаста, снесли полхп, а дальше что? А где физдаймошен, просто на развороте пытается кого-нибудь забрать. Не, ну слишком нам, конечно, стоим. Хотя он просто проедает стики и пытается выживать, Мирана прыгает. Но это... Мирана точно умрёт. Вайпер, конечно, умирает так же, но... Это суицид. Серьёзно. Они просто втроём умерли, при том, что выдали 4 прокаста в одного вайпера. Это жесть. Это просто жесть. Что у нас тут у него в талантах? Силушки нету, но тем не менее хп и агилом. 2000 хп. Ещё и худ приобрёл. Прекрасно понимать, что тут основной домашь магический. Поэтому... Чего уж там мелочиться. Купил ход, коррозив хейс. Сколько у него там? 57% magic-crisis. Вот и толку в него кидаться магией. Серьёзно. Ладненько. Аппаришен, что у нас тут? Паришен, астрички. Упака тут тоже ничего пока не изменилось. Видимо в EWAL планируют выходить. Ну, естественно. Дальше у Мирана практически готовы дефуз. Вот это отличные новости. Дополнительные домашь. Да и Свена можно попробовать закайтить. Просто забёрстить, снять этот объём армора, который он бафает всему коллективу. Снять, конечно, чисто со Свена, но тем не менее. Не заставить ползать по земле. Вместо того, чтобы бегать. Даже несмотря на Момон, он будет достаточно медленным. Так, он прикупил всё временем даггер. Будет прыгать сразу на лица вместе с Шейкером, который тоже до даггера практически добрался. Ну, перспективы отличные. Рафвай к дракам. Надо чуть-чуть ещё подфармить. Вот он уже золотишко на даггер имеется. Закупить боевые принести. Будет сейчас идеальная драка, если они попробуют реализовать смаке эти артефакты. Ну и так, с Мираном остался только Свиток. И вот обратите внимание, опять 21 минуты, у нас всего лишь 24 фрага. Как там маловато будет? Маловато. А с другой стороны, действительно. Опять обоим коллективам надо фармить много. Уж тем более, если учитывать, что Мирана здесь кэри. Ей надо поменьше мерить 3 слота, чтобы плюс-минус сражаться с Вайпером. А Вайперу почти ничего и не надо. Ну, Худ есть, Дракон Лэнс есть, но всё, он счастлив. Если он приобретёт сейчас ещё чего-то. Какой-нибудь Хьюри Кейн Пайк для того, чтобы вырываться из вот этого оцепления. Может быть даже приобрести... Вон, вот, Халберт, тоже отличный выбор. Просто великолепный. И Вайперу будет хорошо, он дополнительный... Дополнительная хпшка, дополнительные мясы. Оппонент, опять же, за счёт мясов будет промахиваться, уменьшится его ДПС. И Халберт на каком-нибудь Войда накинуть и вообще шикардосик. Так, кто-то у нас тут побежал, Кунка спалился. Ну и ещё я Париж, и на тут, по-моему, спалили. Конечно, поставь. Ой, как же они чуть-чуть промахнулись. Догадывались, что тут кто-то должен быть, но... Чё-то пошло я вне так. Пак, а куда это мы двигаемся? Пак, а ты тут один? Ты в курсе? Передумал. Ты правильно сделал, он мог все шансы тут поиметь отъехать. Так, Кунка. Пошёл, Миндзи, это куда-то. Да кого они с аппаратом забрать могут. На самом деле, наверное, только Дизраптора. Так, поставили Сентри, сбили. Нашли Войда, готовятся к атаке. Шейкеры, Хаслэм есть. Кого они ждут? Так, Войда, ушёл в Инвеса. Где-то с пешёхо Слэм отлично, подконтролили. А Сентри поставили статик-шторм. Ведь действительно круто получилось. Теперь бы ещё чуть-чуть добавить. И прилетает сюда Свет, отлично. Вот так вот нужно ловить Войда. Так, Апаришен бегает опять по лесу противников. Чего он там забыл? Ну, видимо, ворды расставляет. Тактически агрессивные. Хотя, они играют как-то больше от дефа, нежели от агрессии. Чего там ворды расставляются, не совсем понимаю. Так, Апаришен встретился с Жейкером. Жейкера испугали. Что-то неправильное происходит на карте. Так. Что делает аппарат? Просто топором рубит деревья. Шит за дровосек. Чего не хочется делать? Так, сейчас будет или что-то эпичное, или... Не просто поставил ворды. Ну ладно. Вот как этот дезераптор предполагает, где ставится ворды? Серьезно, он был близок Апаришен. Ну, Апаришен забрали. Апарат открутился очень долго. Так, попинговали. Прекрасно понимали, что он не зря тут стоит. И действительно нашли вард. Очень круто сыграли. Так, веномансер. Не даст дискорд. И опять худ. Тут сколько можно? Худ, тут, худ. Там кто-нибудь доберется, интересно, до пайпа или нет. Так, 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 Халберт есть. Так, пошел торрент. Корабль свой, например, что очень непременно. Я по-сюда же Дрин Коэл. Софа, как я совсем не в то место пошел. Вот так, башки работают. Опять же, просто Сван переживает. ГДС прожимается. Опять Марка торрент купол потратили. Но Сван и по итогу втроем забрали. Отлично. А теперь, что делать с остальными играми? Служено. Так, подловили войды вновой, да есть вижен. Ааа, Линкен Сфера. Шторм. Не, она теперь живует никуда не тянется. Но как-то вот много ресурсов тратит, что все равно, что Войда. Это пахнет повторением предыдущей карты, когда все будут слишком толстыми. И будем ждать, когда хоть кто-нибудь, кого-нибудь научится убивать быстро. Ладно. Все это, конечно, одновременно и весело, и печально. Ну, что есть, то есть. А теперь, честно говоря, Сван смотрится очень агрессивным. Вот, банально, в какой-то драке подловить кого-то и бить не его, а какого-нибудь крипчика, там, саппортика. И тот же Войд будет страдать. Просто страдать. Вот сколько у него армора? 11. То есть, он выйдет примерно 40% физического урона. То есть, если он будет условно получать урон с клипа, то он же, по-моему, даже не меньше будет. Больше. Чуть-чуть больше. Реально. Сколько там клип? 60 с копейками. 606. Реально там дабы же будет даже больше. Прикол. Ну, конечно, мы не учитываем, что там прожатый МО, может быть, в какой-то момент это минус 5 армора. И, скажем, частотах по накупит армора, только прибавится. Так, с первым, кто может сейчас подстрелить, будет СВН. Навардахову попалили. Прекрасно понимаю, откуда бежать здесь. И, что-то куда-то никуда не идут. Мирана, Кунка. Ну, есть у них какая-то идея забрать его. Используются у Ваняш. То бишь, мы Лайт Шадо. Так. Не найдут они тут СВН, а СВН зашелся под базу. Серьезно, он просто спрятался под Т3 и стыд ждет. Говорит, что-то обоняет не нравится. Тем временем, Опаришен опять зашелся в деревьях и стоит, ждет у моря погоды. Здорово, что происходит? Как так выходит? Че это такое? Аппарат, ты не тимбер. Успокойся. Че, он хочет на базу просто через лес прорубить дорожку? Че он тут делает? Аппарат. Вышел. На змейках попалился шейкер. Сейчас думаю, это влетать не влетать. Фессуру положил. И улетает на базу. Отлично. Отлично воет. Shadow Blade своим бегает. Видит здесь прекрасно. Шейкер ставится у нас хроносфера. Сюда же ульта Атапаришена. Ну, шейкер у тебя тут не получится 100%. Еще и из башени ушел. Сюда же он не влетает. Тем временем пак, но топим. Пытается тут как-то побайтиться. Хотя, опять же, он один здесь. Чего он так вылазит? Мы уже несколько раз объясняли, что фессура и статик шторм это слишком большая опасность для него и вылазить не стоит. Конкаревич, пайп прикупил. Следующий мекк. Оооо, а вот это крутой кунг. Он действительно будет просто сейвить свой коллектив. Прикольно. Однако, однако, какие перспективы у такого конки? Обычно стараются приобретать дайгер для того, чтобы прыгать и кого-то цеплять. Или же все-таки выходить в такого сэмикора. То есть, приобрел там условную мекку, стики, потом армлетики, потом дайгеры, креточки. И получается такой наполовину саппорт, наполовину дамагер. Многого от себя не ждут, но тем не менее, иногда очень приятно вылетают там криты под тайтбрингер. Бэка был свой на. Это тоже отличное приобретение. Сентри. Пак сам нашел дезеруптора. Ох, и потому с него сейчас бы дремкоил поставить отличный и телепорту же не удастся сделать. Ну, по сути, умер здесь дезеруптор. Чую и порвал тут. Линк. Не очень удачно, конечно, вылез. Так, а спалят, кстати, эти варды? Догадавец аппарат, что тут поставлен вард. Дал он фусь, дезерпок, что не просто так, по идее, вылез этот дезеруптор. Видимо, не дал. Отец интриков прикупил здесь, с Веншим-то Паришем. Кунка. Куда-то тоже пошел вперед. Да, у него есть за спинами рану, но тем не менее, торрент вайпер на нем может подпрыгнуть. Нет, чуть-чуть, вернулся от него. Так. Худ, БКБ, Халберт, господи, 2600 хп. Магического резиста огромное количество, армора много, мясо имеются. Универсальный билд на вайпера, серьезно. Еще для демоджа прикупить ему дезолятор, чтобы пассивка вместе с ним кое-как работала. Как-как, отлично работала. Ну и, по сути, все. Все, что тебе нужно, чтобы быть универсальным вайпером на все случаи жизни. Так, а тут у нас умирает Рошан. Эрон, его прилетает, естественно, и теперь нужно задуматься. Здесь Рекуай, почему народ не полетел дефать 2? Серьезно. Или они пойдут просто на Т-3? Не знаю, насколько это профитно. Но Рошана уже забрали. Так. Так, стак, 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 стак. Веник. Куда мы пойдем? Травл Бут. Ладно. Дискорд, худ. Какой-то тоже очень своеобразный велик у нас тут получается. Что-то сегодня день удивлений. Агрессивный коллектив играет более-менее пассивно. при этом персонажи все покупают себе худы да это конечно веселая новая венге вместе но блин зачем почему народ я не понимаю мира она получила марку не будет бояться просто прыгать подфармливает и сейчас вернется на кулька ну такой себя бус если честно если бы было гони и да герой мира вот это я понимаю просто влетает мир он так купол поставил вот ну дезрактор естественно здесь отъедет хоть все под бафал сван прыгать линку сбивает за станом глимс статик шторм и теперь уже деваться никуда вода однако он добирается дезрактора нет только регис теперь бы надо как-то продолжить и пойдет сейчас сухо слом отлично тотема продолжает стану он просто не выходит из него но это еще один способ убивать если свой да такой прикольный молоток это разве у всех оружие такой вот кантовка по моему нет что это никакого перки на тигем еще стоит да это судя по всему чисто на его ножики такое скорее всего даже так и найти где мы дает этот эффект но честно говоря я не уверен здесь спалили его хотя там уж как же мы здесь повезло очень вовремя мира на утонула и параллельно убивают здесь веном мансера ну и шансов здесь на выживание если честно ответ какой-то мог последовать наверное от своего ах проблему кунки кунка получил стан доллара не без гдс а так весело не получается марка торрент приятного продолжать вы никто не хочет рано уже на базе пока особо тут ничего и не сделает вершикер 50 секунд до ультимейта не делая несколько шейкеров которые после даггера сразу берут себе актари вы знаете это очень интересно смотрится когда от себя очень относительно быстро откатывается ульта и остальные способности тоже насколько там убирается три с половиной секунды минус четверть это че а это стоп от аркан а у сколько она убирает 30 процентов ну то есть примерно столько будет к д77 секунд на ульте там наверно 80 будет тут будет что-то порядка четырех секунд ну тут секунд 11 может 11 с половиной ну действительно круто то что успеваешь сделать тотем киссуру сколько там стана получается полторы плюс но еще условно полторы то есть три секунды их ослоем еще один тотем хотя это и так можно будет уже провернуть ладно теории теориями но актарин действительно приятная штука хотя бы ради ультимейта вы тут очень вовремя вынес конечно спрятался спалили шейкеру шейкер стал почему-то в инвиз что это за засаду решил устроить нужно поставить врывается шейкер достами палец всех кунка получает фиссуру не очень удачно тем не менее попробую то забрать шейкера правда все таки вот это вот фиссура действительно получилось очень неудачно кунка еще кораблем здесь себя подцепливает да конечно не попал чтобы станет бкб живет конечно замедление все равно работает ноут по джету дамы же просто не хватает ману того нет поэтому и дам уже поменьше чем хотелось бы все он просто прожил гдс пришел в драку сделал топонатов ну хорошо это прикольно конечно пока спалили да ладно и сбиты понять было а то серьезно был гримс то есть получается там не доставал немножко дедратора vision обидно хорошо диффуз появился у феста свайда потом будет бкб я так понимаю после бкб будет еще и монта ставил с таким за паком конечно да уже будет поболее оркет прикольно подождите упака разве нету и улов его есть еще и линка есть против кого на рано бкб воет линка и тоже пока бы делает стоп уже тащит себе бкб торки то то тогда вообще далеко не лучший выбор надо было бы что-то другое придумывать хотя так спидмана ладно будем считать что он просто универсальный слот себя прикругу не знаю доедалась все-таки получше он больше крит дамы чего дает хотя тут если использовать хорошо нужно постоянно иметь небольшой но все-таки крит урон не знаю я не больше приверженец была торна на своем не более того скажу я его не очень уважать на этом персонаже но что поделать здесь почему-то вот считают что будет очень даже к месту и посмотрим окажется это так или все-таки куча бкб шик законтрит это дело и рано монта также уже на подходе париж и начну себе форста сделать но не пакуются очень крутыми артефактами для того чтобы жить подольше и как то катить этого свена это правильно по-другому со своим сражаться нельзя лоб в лоб по нему проигрывает практически все уж больно много у него урона хотя секунду кто может его выиграть вот реально один на один если посмотреть героев какая-нибудь спектра вряд ли вроде плотные дамы же вносит по идее передамажит тролль если только из башени выпустят воет может быть но сомнительно джаггер кстати говоря вот же герналт очень даже может у него и армора многое дамы же хватает свои собственные криты и он на некоторое время может стать неуязвимым раз подхил если правильно контролировать спалили здесь у веника но увы не успеваем так что у нас еще интересного появилась здесь 3 куда нету вроде нету кучу телепортов они что все в бэкпаках подождите давайте пройдемся вайпер в бэкпаке веник в бэкпаке в бэкпаке окей может починили все-таки эту табличку она будет понаблюдать за этим делом маленьком что у нас по графикам здесь тоже все очень интересно в какой-то момент рифа и перехватили инициативу но честно говоря на всю игру составляет не более 2000 и это не что это просто не что на всех стадиях игры а уж на 40 практически минуте о чем тут можно говорить до 100 меня попадают по войду был близок шейкер очень близок даже сейчас пойдет у нас вообще вся движуха неужели они планируют еще минут 10-15 оформить 36 фрагов уже меньше одного фрага в минуту обиды хотя вы еду нашли здесь фиссура отлично их осылаем ну и кстати что он до свидания будет в таверну ответа явно никакого не последует вот так вот все игра серьезно не просто ловят в троем кого-то одного просто уничтожают в ноль стирают в порошок расходятся фармить дальше это забавно это забавно и грустно одновременно тут куда-то пошла на удачу и мимо будет куда-то там в инвизи побежал а вот же в таверне ссоре это шейкеров в инвизи побежал так у нас уж так на секундочку он вайпер как же быстро такой-то у него молния появилась интересно потом еще искать и чулось ему что замедление мало коррозив скин собственные плевки вайпер страйк в конце концов через каде и оппонент видимо будет стоять на месте после такого так 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 бкб от слова пошли здесь вроде как хотя вайпер можно будет подцепить марка есть торрент нужен а там просто прожимается бкб и вайпер тоже ушел тоже не особо парятся накупили бы к башек и пошли как же они интересно играют а дрим кайла не было что в тень закинуть вот этого шансов этого вайпера тоже подцепить не оставалось народ когда будет экшен пошли забирать рошана на украинке кстати маны нету это плачевная новость хорошо подхилил немножко союзников немного восстановил маны но этого слишком мало чтобы принимать драку с нарушением но знает ли об этом эрфуай хороша ты уже не первый сырочек частный вкусненький а просто к кому что достанется на новой 2 смысл взять аегис мира не достается сыр слишком часто его банально забирают за их ослоем и парочку еще способностей либо как бы у него пока что наступил и выше он окей и мир она будет делать себе манки кинг-бар ладно окей если сводит ботерфлей какие-то наполеоновские планы все просто бегают формят выносят свои слоты и бегают формят дальше это даже забавно так нашли здесь пока пока он гонится станом в лицо и теперь же можно его забирать отличная 40 все-таки выбили 2 гем шейкеру теперь он будет видеть всю карту бы ему вместо двух глазиков у так гем и нарисовать было бы очень к месту на самом деле шейкер бежал в инвизи тут же в инвизи бегает воет есть инфа на него и по моему он приклыл отличная фиссура потом даже без их и словами справились это конечно только егис однако шейкер готовится врываться в эхо слэм но честно говоря в бкб это не работает ну и теперь уже страдает шейкер шейкеры добрали отличный корабль но два гема выпали на их просто забирается перед дизрактор секунда 2 гем вообще второй гем дизрактор ну а там куриера хорошо это париж на подвоем своем пол бкб врывается в миран умирая наконец-то терпит когда время улетает на лебя вот теперь как же больно здесь этому снас войду нету бкб и все накрыли все чем можно и платформы и статик что ты денешься с подводной лодка что-то мне тобой пока очистить нет байбеков и стас война лимс пока надо бы как туда брать но в него бы санец повесить на там market надо по очереди способности используются пошел корабль прямо однако что это изменило ли не уже потрачено все свое на добили отлично пак бог и по имуществе вайпер будет проводить его с горы здесь но нет все таки решили отойти правильно чё сражаться линию снесли чем еще до счастья надо так бкб по правду вот катя вот он делается этого гонима пока лопака чтобы сбивать дремкойлами ульт всякие телепорты под бкб но скоро это будет исправлено золото осталось всего ничего и кстати говоря будет этот сон страдать еще больше все таки не любит стоять на одном месте а вот аганим чик а сколько там четыре секунды по моему при разрыве after break стану четыре с половиной даже теперь нужно прокликать рфа этого пока уж слишком он опасен сейчас так шейкер бегает он и я далековато у нас здесь все заходят пак соло просто грузится ран серьезно вообще ничего не боится говорит я бабацка я пошел лупить шрайн вот остановите его кто-нибудь уже так и снесет его алё за что шрайн это святое ладно по итогу шейкер у нас тут фаркан руна ой вот сейчас нужно идти реализовывать ультимает срочно пока к откат уменьшенный по идее они сейчас пойдут по низу вместе с никому не вряд ли кого-то правда убьют правило там ушла на есть нету вайпера тоже по моему это с половиной тысячи вайпер на руках имеет он из чего будет сказать ставить вместо худо что ли так встреча века бог тут шейкер так умудрился вовремя развернуться шейкер и чего делает телепортеру будет ли на удачу нет а вот как бывает в жизни огорчение вот то то париж она разведка я так понимаю хоть не нашел шейкера прекрасно понимаю что он должен был уже улетать и мы продолжаем смотреть как тут у нас народ фармит господи за 46 минуту на дворе у нас 30 ладно 42 фрага сегодня что-то не везет немного на экшен конечно фраги пишутся очень грамотно и там постоянно не дают то войду использовать бакабе как-то попробуйте уйти то свена подловит после быка башки так что пережить она это не может честно говоря файтов 5 на 5 таковых адекватных неадекватных а таких как мы любим не был шейкер врывается к словам не туда но тем не менее должна умереть десмера но не отставится отличный купол теперь проблему с веном слишком мало хп корабль прилетает ну вот это уже отличная контратака джет да конечно он использовал шиву но что-то сделаешь против четверых на торренте подлетел руками того естественно заберут это была очень плохая инициация особенно от шейкера который не допрыгнул и с пожилых аслам по сути в землю грустно и рано-то выжила а раз мир она выжила она еще и дамы же добавила дать сейчас на файтер кайпа посмотрим или уже не посмотрим на файтер кайпа наверное уже пропустил ну ладно рано там мистер фолом закинул и иллюзии использовала и на развороте там своему немножко личико подразумела действительно можно она там все ровно очень много внесла и до 200 урона топовый урон в команде не добили называется немножко дизраптором дизраптором иногда такое случается веник использует байбэк три стрелы вайпера попадают и руест торрент используются вайпер же сейчас можно и забрать у него нет байбэка вайпера нет байбэка используется бакобэ шрайн просто для того чтобы пережить это дело фиссура не лучше но тем не менее вайпера спасли это очень важно на топе параллельно смотрите что творится под просто ковыряет бараки на него никто внимания не обращает один шейкер стоит говорит народ тут что-то творится неправильная фиссура лично потом хорошо плохо понятно теперь что делать просто улетел повесить это римиде упала пакта сейчас пойдет опять ковырять барак скади есть три с половиной тысячи хп 250 урона однако однако что делать будем дальше так 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 фейсласс будет будет делать прежнему у него это в план будет продолжение еще пару таких файтов а было бы для завершения сегодняшнего дня очень даже неплохо мк балмирана уже по золоту имеется однако почему-то она решает наверное на байбек оставляет золото сейчас эта штука очень важная и пренебрегать не стоит это 5 вон визе забегают опять диздравтор может подстрелить да что что такое есть марка торрент четыре удара в узле драффор куда он пошел его уже в который раз принимают на одном и том же месте байбека естественно нет откуда он будет у саппорта 5 позиция честно говоря аппарата есть он саппорт тоже пятой позиции вы что их там под отворцу разница серьезная ops три с половиной тысячи в принципе серьезная разница относительно окно топе заварушка забираю здесь в она плита это аппарата воет пытается на той волке уйти пак тут также за счет его спасает себе просто возможно сделать даггер действительно урву еще использую далеко улетает нужно теперь пор сделать нужно теперь пор сделать начал просто договорить ядов он просто играет с ядов и лежит гем кем народ а там ушей к расвой есть говорит ну и черт с вами связи очередной т3 упал а еще и милишный барак а вот это уже тревога нужно реально красная кнопка и такая сирена и погромче это уже очень неприятно теперь и room factory будут вынуждены периодически доход потому что крепы очень быстро будут пушить даже несмотря на то что они еще не столь сильны ну и что предпримут он особо коллектива по-хорошему здесь нужны вылазки что одним что вторым рф айс за счет р шейки росовых осла могут инициировать и практически любого убивать в первую очередь стоит наверно забирать воина слишком много он раздает контроля зонит неплохо и выбирать позицию после того как он поставил купол гораздо проще с другой стороны мир она вносит гораздо больше дэмэджи нежели этот свой аппарат разультился и теперь после того как здесь инфа дано о том что аппарат про чекать не сможет пошли пушить пушить убивать этого камнеголова что будем делать идут в смоках посмотрите веру пошли первое попадает варшана вторая никуда ну а теперь есть инфа о том что здесь куча народу и нужно встречать просто поэтому шаги плохо порошка нету париж он поставил парт ну хорошо вражеский попробует сбить однако проблема в том что сейчас нужно занимать более выгодные позиции для того чтобы подраться с вардомеру получает сейчас веник опять очень удачно пошел это парижина торрент корабль также все должен быть прилетать а нет корабль летит в другую сторону и бкб здесь вайпер спустит и отходит параллельно драка идет тут шейкер конечно очень пострадал как слом используется нужно кунку хотя бы добрать уходит здесь шейкер а нет не шейкер это ушел свин поэтому водится своим бкб сейчас приговорит всех вайпер до свидания свин на марку и вы вернули в его подняли как же долго его постоянно под контролирует стану линкен сферу папа должен отсюда выйти гдс скоро закончится при этом факт живет мир она живет эру полетели и ару попадает свина свина нужно сейчас забирать серьезно отличный момент и мир она просто догорелась денег а ультимейта ладно там конечно не только ультимейт был черт мира не надо что-то делать 2000 хп и явно не хватает для того чтобы участвовать в таких замесах но объективно не выиграли эту драку и ведут кстати говоря уже 13000 по золоту так идем дальше фэс освоит сыра егес теперь можно в наглую тип уши тем более что там т3 нет ни одного осталось только как там коллективу тоже подсобить в этом дело может пойти допустим паку и фэс нас войду потоп умирания и компании помиду они что наверняка снесут хотя бы одну линию уже пошел реализовывать примерно эту стратегию главное сейчас гем не потерять в остальном но шоу вордец отлично шоу шоу нашел чирик еще один гел говорит шоу шоу нашел и ты куда кунка алёк он просто прошел мимо гема потоптался по нему говорит у меня свой есть интересно там у кого-нибудь тут три гема уже в игре так аппарат говорит народ тут гем лежит что это такое ладно я заберу что как так серьезно действительно его просто не заметил прикол возле шрайна ну тут курьер рядом естественно подберет но все равно это действительно очень забавно так играем дальше фарм что у нас нового появилась факт прикупил себе догончик аншин топоришн форстафью глимер кейп просто все для своего коллектива так умирано мкб мы уже по идее видели и потерпляем фестилась война хорошо что урум факторе вайпер аскаде уже видели ничего пока нового берег с хексом кстати вот это круто мкб добрал для того чтобы не рисовать по всей этой куче народа забрать этого веника будет не так уж и просто то пора то неплохая купол на 1 дизраптор тут параллельно просто вайпер убивает мирану это проблема блинку вайпер страйк мирана байбач это попробует прийти в драку нужно использовать хотя бы мула чаду сделает ок пытаться будет блинкануться есть контакт еще на арбу улетает нет уже не подцепить его по итогу байбака твои до байбак от мираны и от войны ой неприятно это конечно для фопротект файта нижики что поделаешь не рано тоже хочет себе бабочку но там же есть мкб поздно для бабочек или не поздно вайпер как-то там насчет мкб смотрю что же закупать вот планирует чуть больше полутора тысяч осталось полутора тысяча но там еще надо оставить на байбак поэтому сумма там значительно возрастет ой-ой-ой-ой-ой народ опять вернемся к цифрам 56 минуты у нас 57 фрагов за что это такое что за день сегодня такой опять часовая игра опять один фраг в минуту уж тоже происходит сегодня может у нас звезды не так сошлись пак потратил арбу щас бы его поцепить в суру отлично и отличный тотем не ладно он успел уйти в шифт и делает блин теперь запускает арбу поднимается в юлу летает на эту арбу нет он остался там но это ошибка очень серьезная даггер три секунды хотя дрем-колом поцелил себе фиссурой станчик я стук свэн да ладно разорвал дрем-колы теперь на четыре с половиной секунды 100 и уж тем более теперь пока желает там правда топе забрали веника но черту тут было все более прозаичным поплыли дальше поисла свой 3000 на руках а сколько у тебя бэйбэк стоит что теперь у него золото уже хватает и на бэйбэк и к башку откуда такой гпм а у него 120 фаланта а ягис ушел теперь нужно быть действительно докупить манки кинг бар и начинать какую-то драку по-хорошему фест высвое сейчас должен будет увидеть что там появляются манки кинг бар и задуматься о жизни и любви и поменять потом бабочку на кирасу это будет идеально заставить противника купить слот который ему не особо нужен а сам пол игры по сути бегаешь с отличным слотом и потом заменяешь его на не менее крутой но при этом вы нуждаешь задуматься своего оппонента а что теперь самка вы делал можно даже не продавать а просто положить на фонтане оставить противника продать мкб а потом взять такой и поменять обратно бабочку план капкан мэнд геймс все дела но честно говоря для этого нужна куча золота чтобы таким заниматься и самому воиду и для базе от оппонента у него должен быть золотишко все это может завестись к тому что будет игра в кошки-мышки в какой драке кто придется мкб кто с бутерфляем и там уже не угадаешь будет интересные позиции хочет кого-нибудь здесь подловить на фарме и суровых осулаем тотем ну нет выживает здесь пак ни в коем случае это было круто хотя мы на такой уже насмотрелись черт свинс бабочки серьезно так секунду ну там его воиды и умираны мкб есть свинс что это такое зачем тебе нужно было здесь кираса она а париж она ищут да ладно он просто разворот с ультимейта пытается в шейкер попасть убивает шейкера вместе с мираной бегем еще подобрать ее парад сражаются на мужика до последнего цене час откатится телепорт можно будет его сделать пока оппонент тебя ищет в лесу кстати 25 уже не за горами что он приобретет себе член тач плюс то урона или несколько зарядов культфит акумиде воин забрал свой она так каким-то образом отойти на здесь палят его на синтарях кстати к storm нужен 10 секунд хотя спастись ему особо нечем пока бы в откате телепорта нету намазали гелем сейчас бы еще две секунды прыгнуть в деревья еще разочек но мне туда прыгать совсем телепорта же все равно нет зачем сюда да ладно он всех обманул он просто всех обманул дали инфу о том что прыгнул сюда но вы это походу выживает знаете мне это напоминает хайлайт когда воет просто против пиццерых сражался и прыгнул вот сюда в деревья вот в эти деревья с базы дайров там ничего не видно и угадать что он именно там сложно было казалось что он все-таки через текстурки прыгнул и попробует убежать это было прям как этот воет прыгнул туда куда поедине должен был это просто лютый приговор туда даже никто не посмотрел хочешь спрятаться спрячься на самом видном месте это называется дизераптор может опять повторять ушел очень вовремя что гель потратил шейкер отличная фиссура тотемах оставаем мир она точно отъезжает теперь нужно пока подцепить линку сбили гримсом честно говоря его поцелил то дизраптор ведь уже не получится чем не менее 5 выигрывают немного времени для себя room factory черт у нас игра продолжается час 1 уже закончился и пошел 2 а у нас все еще непонятно что же тут будет в развязка оба коллектива друг друга могут спокойно убивать но все зависит от случая от позиционки от вижу на того кто начнет какой последовательности будут даны свои способности как использовать артефакты ой продолжаем ждать к тому же кунка 25 со своим имба торрентом где его раньше 425 у торрент вы просто посмотрите это же просто рэвишь зачем тает вы чего вон кунка есть добери добегите им до 25 уровней будет вам тай духа с откатом в 10 секунд серьезно ему еще акторин прикупить так на топе а париж он может подстрять да ладно аппарат откуда такой муж спит талант что ли нет даже талантов на муж спит нету так снизу у нас была драка избили немножко свена вчетвером нет втроем тем не менее это было очень больно так сбили телепорт кунки кунку можно попробовать убить пак врывается на пуха по шейкеру вайпер сюда прибежал только не должен выживать здесь слишком много дамы же также телепортироваться не получится там мкб укунка умер это без шансов при этом вайпер разручился денег разручился пытается пока добить но пак просто дотикает съела скорее всего ну и вот он отличный ответ на убийство своем без каких-то потерю забрали пока забрали кунку в эту же сюда явно лезть не будет и к тому же купола там нету продолжаем фармить это уже какой-то анекдот немножко так с дотой тут 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 умер она уже практически 6 слотов давайте глянем прикол радио на натворца уже у конки 20000 опаришен 14 и при этом шейкер и дезераптор тихо так снизу допают вроде шейкер постоянно в драках отлично контролит помогают фраги писать и всего 12000 натворца как так получилось наверное гему скупает постоянно так этот гемпака этот гем веника то нет получается что не скупает гемы удивительно продолжим кто у нас тут следующий по перемыванию 5000 аппарата на руках только же щас хекс купит вы представляете аппарата с хексом из четыре чарджа колд фит уже всю команду просто накроет такая с вортексом полетом фото у старошек а пытаются убивать змейку также веник ставят на vision вот теперь туда заходить нужно исключительно под смоками делается куча телепортов на шарайн мы отошли room factory или не отошли нужно определиться бит рошан или не бить нарю вы будете битрошек или будет нет будут стоять вот так вот возле рошаны и думать кто же перу нападет в принципе тоже выход потому что кто-то кто стоит в рушпите по сути в невыгодном положении особенности где-то с огромного рейнджа в смоках будет использовал вот этот дичайший торрент представьте положить вот так вот торрент уже реально двоих-трих зацепит эру пошли ну черт мимо денег был очень близок для того чтобы получить вам из raptor пример здесь накрывает вопак про кастом но мне тут все-таки выживает догона немного не хотела ульта то париж на не самое лучшее продолжается хорошо настояние эти мне кажется что тот кто заберет сейчас рошика по сути выиграет хотя бы и бэков очень много верно рановато так говорить хотя торрент пошел вайпер подпрыгнул на нём я не понятно куда проснулся ну да ладно опять все мимо ладно ладно бедно рошан друг постоянно тут трогают дискают пытаются как-то напрячь постоянно вот два три удара и все разбегаются вот бедно рошан рова 5 мимо даже копит не помог тут попасть хотя заранее наверное все-таки мирана закидывала их я ждал оплатывания единственный кто тут забрасывает способности точно это кунка но им попробуй ты промажь пошла марка кого-то отправили на фонтан пахи лица тоже не фонтан это шрайн возвращается сюда пак опять пошла куча и роберт все мимо робот то что это такое пак ворвался знак родных dream кайлом теперь пробует воет просто в наглую добрать этого рошана вайпер свою очередь пытается добить мирану на рано переживает его атаку вот вольт сейчас забирать рошана и нужно подобрать ягиса ягис в руках естественно будет сразу же его размену тем не менее статик шторм закончился и теперь можно спокойно сражаться без каких-то опасок будет прыгают ахат слоем по нему тотем мы подцепили еще почему-то продолжено он просто прожимает бэкб стоит отличный купол по троим и нужно продолжение нужно продолжение торрент хотя бы бэйбэк есть у всех можно подраться дальше вайпер умирает дустан в двоих отличного тусорп и пошли байбэк и сразу же свен сейчас гтс закончится и начнутся проблемы его воет просто сейчас будет добивать даже него этого пак руками добивать нет за торрент был и теперь веник проблемы много хп он потерял здесь нужно отсюда убегать на торрент с кораблем вернее прилетает ему в лицо нужно уходить нужно отсюда уходить room factory срочно шейкер тут окружают он просто делал телепорт из рушпита ох 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 room factory сейчас нужно срочно стоять на своем хай граунде просто дефать просто дефать после этой драки нужно будет посмотреть как графики изменится потому что мне кажется что очень много здесь room factory потеряли было использовано два байбэка куча народу поумирала и все это при том что порядочью рошана забрал сыра ягиз пренеприятнейше получилось у нас есть fight recap что-то не очень долго готовятся теперь 5 200 золото здесь потерять ничусе байбэки естественно сыграли свою роль плюс смерти достать на очень много потеряли идем дальше заход на мед в исполнении от project pro protect five забрасываться в этот кунка стал очень противным конечно с этим талантом попробуй ты увернись от такого торрента на самом деле всяк разбили ну там у всех есть погемы психи тыкаете серьезно посмотрите на карту ни одного ворда не стоит ни одного все разбили у этого рваться бкб проживает ставит купол на вайпера вайпер уже вряд ли спасти у него байбака нету свен врывается под гдсом тоже париж она плохо пробивает аппарат еще просто пример шел выживает только слайм отлично подцепили просто торрент просто торрент ок выживает здесь еще какое-то время поживет и кунка байбаки пошли опять со свена байбака твой да все сюда попробуют вернуться драку пак продолжает напрягать добирает здесь вени камера ну ну и теперь диздраптор тоже отсюда уйти сможет не сура отличная по двоим но диздраптор это не спасает правда добирают мирану байбек от нее как же много здесь было сделано байбеков то драка будет до последней капли крови или нет еще все передумают сражаться вчетвером пойдут против двоих используются на пока крест попробует он выхилится на базе и вернется хоть как-то подхилленным а тут еще и грифсы появились у кунки сейчас подхилят ну и нужно заходить пока у свена нет гдс а пока нет вайпера да пока там нет ничего вырывай пока 5 врывается в шейкера сура метка сейчас же пойдет продолжение вернули его на метку получил на ру а нет он разорвал дим койл это гг неожиданно заканчивается карта очень неожиданно и действительно прям как китай 2013 года фарм 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 2 драки и всего конец но эти две драки были очень эпичными очень много было байбеков красиво подрались ну и конечно сыграл свою роль его корабль на самом деле в замесах 5 на 5 это слишком убавая вещь на 10 с копейками секунду дает практически 50 процентов вы вот просто 50 процентов уроны не получает весь коллектив это же просто то что нужно против сона ладненько поздравляем и фо project five они же и кем получает они дополнительную очку в группе но rf вай зарабатывают уже третье поражение в своей группе и честно говоря очень шаткое становится у них положение вообще с выходом посмотрим что там получилось коллектив пэк 32 у них щетки 30 рф вай 23 но получается что выйти у них уже вряд ли получится до единственный прецедент сейчас на выход дальше это же силе тем но опять же там все будет зависит от того как они поиграют пока что пк и кей идут впереди их наверное самые большие шансы пробиться дальше ладненько на сегодня все с вами был vp shadow подписывайтесь подписывайтесь на социальные сети я их сброшу сейчас в комментарии естественно youtube канал куда будут сброшены все видео и до скорых встреч